Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Трейсер, с названием видео вы догадались. Это новое видео, короче, и мы сейчас отправляемся в Чернобыль. А в Чернобыль мы отправляемся не пешком, как раньше ходили, не на велосипедах, как однажды мы это сделали, а отправляемся мы на мопедах. Я купил, короче, наверное, самый дешевый в Украине мопед, который можно было найти в самом ужасном состоянии. Смотрите, здесь все скручено на саморезах каких-то. В общем, печальнейшее состояние этого мопеда. Я, короче, еду с Владом. У Влада тоже вот такой вот мопед. Перед тем, как выдвинуться к селу Детятки, мы решили заехать на шиномонтажку и, короче, заклеить Владу колесо, потому что у Влада еще оказалось пробитое колесо. В общем, сейчас нас на машинах. Мы довезем эти скутеры до, так сказать, самой зоны. Потом спрячем где-то машины и уже, короче, на мопедах вот этих закинемся в зону. Сегодня ночью будем там ехать. Я не знаю, получится ли что-то ночью снимать. А завтра днем уже, короче, ну, надеюсь, что нас не услышат, кстати. На вот этих жужиках. И мы успешно доберемся до какой-то локации и что-то интересное поснимаем. На самом деле, хочу, короче, много куда поехать, потому что это не пешком. Пешком тяжело ходить, на скутере легче ехать. Хотелось бы заехать в какое-то село, заехать в Припять, ну, и вернуться. На самом деле, состояние наших мопедов очень ужасное. И я не знаю, хватит ли им здоровья, чтобы нас, короче, завести туда, куда мы хотим и вернуться обратно. Ну, надеюсь, короче, что наши жужики не сломаются. Кстати, можете уже в самом начале видео нажать на паузу, написать в комментарии, сломаются ли у нас мопеды и поймает ли нас полиция. Потому что, ну, они, короче, не очень громкие, но в зоне, когда тишина, все-таки, наверное, нас будет слышно. Но я надеюсь, что все будет хорошо. То есть, это что? Не, просто на эту латку, по-русси, какая-то просто резинка наложенная под нее. То есть, пробито колесо, да? Ну, видно, оно пробито, но не проверили, наверное, покрышку. Ну, все, глядно, может, там торчится, а то в этом же месте опять дырка. Короче, заклеивают сейчас колесо, прикручиваем его обратно к мопеду и уже выдвигаемся в зону. Надежная китайская техника. Короче, заклеили стопы, вроде все хорошо. Стоим уже практически в зоне. И жужжик не заводится. И очень страшные звуки со стартера. А еще прикольно то, что с кнопки он не заводится, только с вот этой лапки, но... Короче, нажми пару раз на нее, сейчас услышишь, какие звуки страшные. Все, 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 не ломай, не ломай. Короче, это пиздец, ребята. Поход, короче, заканчивается, походу не успел начаться. Итак, ребята, с горем напополам мы уже починили мопед, он заводится. Сколько еще время? Без десяти четыре. Без десяти четыре, капец, сейчас будет рассвет, а мы еще даже в зону не закинулись. Короче, потратили очень много времени, я не знаю, что сейчас будет, но погнали. В общем, друзья, объясняю, что случилось ночью. Ночью, короче, я позаклеивал некоторые фары, которые я никак не мог затушить. Скажем так, у этого мопеда состояние очень печальное, мы все перепробовали, не получилось. Я попытался их вот так заклеить, ну и думаю, заведу-ка, я посмотрю, что, в общем-то, будет. Так получилось, что вот эта крышка крепится где-то на восемь или на сколько болтов. Вот это, короче, тут, чтобы заводить, ножка такая, там, стартер или как она правильно называется. Я, честно, не механик, так что извиняйте. В общем, ну, короче, мы начали заводить и пошел какой-то страшный такой хруст. В общем, из восьми болтов, которые там крепятся, там есть всего лишь три, которые в не очень удобном месте. То есть важно, чтобы вот эта крышка в вот этом месте прижималась. Короче, мы потратили очень много времени на то, чтобы отремонтировать мопед, нам это все-таки удалось. И получается, когда мы закончили, уже начинался рассвет. И, то есть, вместо того, чтобы ехать ночью, когда по дороге нету машин, поэтому именно мы, короче, и собирались ехать ночью, потому что, ну, ночью можно там одну-две машины встретить, и то не всегда. Мы, короче, до утра провозились с мопедом, и когда наступило утро, мы выдвинулись. И, ну, короче, когда уже светло, получается, там по дороге ездят машины, и нам постоянно прятаться, нужно будет с дороги, там прыгать с этими мопедами не очень удобно. Фу, мошки летают, комары, ужас, короче, какой-то. Поэтому мы, короче, вот эти мопеды, которые должны были нам упростить жизнь, вынуждены толкать по лесу. И, получается, мы взяли их для того, чтобы они нам упростили жизнь, но они нам ее немножко усложнили. Короче, первый день пошел немножко не по плану, хотя все, что мы хотели сегодня отснять, я думаю, мы все-таки отснимем. А завтрашнего дня у нас уже, как бы, все будет по плану, и мы по ночам будем ездить. Здесь, конечно, это ведро с болтами, короче, еще раз не сломается в самый неподходящий момент. Итак, ребята, мы вроде вышли как на неплохую дорогу, решили немножко проехаться, потому что здесь, ну, машины не ездят, здесь нас, скорее всего, не будет слышно. Я попробовал опять завести мопед. Кстати, мы, когда его сделали, мы его пару раз завели, и все работало. И смотрите, что получилось. Вот такая вот, короче, беда. Я не знаю, что с ним делать, честно. Ну, можно дотолкать его до села и в селе оставить, но какой в этом смысл? Наверное, я его просто сейчас где-то оттолкаю туда в кусты, брошу его и не буду больше мучиться. Блин, я целое утро, короче, сколько мы, часа два идем? Да, два часа где-то идем, я, короче, два часа по лесу толкал. Вот это, честно, очень сложно, здесь часто, где бывает, чуть не сказал снег, здесь часто, где бывает песок, какие-то бревна большие лежат. И, короче, блин, через все это приходилось его перекидывать, и, как оказывается, зря. Потому что реально придется его здесь бросить, с собой ключей у нас нету, больше помощь мы ему никакую не можем оказать. Короче, нужно было брать не самое дешевое ведро. Кстати, почему взял самое дешевое какое-то реально ведро с болтами? Потому что если нас поймают здесь, то техника, которая у нас будет, то есть мопеды, скорее всего, нам придется их здесь оставить. И поэтому не хотелось брать там... У меня есть мотоцикл эндуро, то есть я мог бы на нем поехать, но мне жалко его оставить. И какой-то дорогой, хороший скутер тоже жалко оставить. Блин, ну брал этот, короче, заводился, ездил, даже там завез его на, короче, какое-то СТО, там его вроде кое-как обслужили. Сказали, ну, типа, состояние печальное, но вроде ехать должен. Немножко подкачал. Такие дела. Короче, ладно, сейчас я где-то его вот там спрячу. Я вам, короче, сохраню ее метку, ребят. Я вам, короче, ее где-то там в комментарии брошу. Так что, если кому-то надо, приходите, снимайте тут запчастики. Я не знаю, что тут можно поснимать. Ну, блин, спидометр не работает. Фу, вот эта штука не работает. Короче, фары заклеенные. Приехали мы, ребята, в село. Очень сильно устали. Короче, сколько километров 10, да, Влад? Мы прошли. 10 километров это вроде немного, но когда ты половину по лесу нерасчищенному этого расстояния тянешь вот эти мопеды, потом вторую половину ты толкаешь по песку, по которому он просто вообще никак не толкается. Короче, это сложно. В общем, спрятали в такой хлеб наши скутеры. Мой, короче, окончательно не рабочий, но я решил его, короче, все-таки довести до села сюда. Я вам потом объясню, короче, зачем. Сейчас мы, короче, пойдем, вот это, я так понимаю, хате, немного поспим, восстановим силы. Ну и потом, когда проснемся, я вам все-таки расскажу, зачем я еще после того, как узнал, что он все-таки не работает, еще где-то, наверное, 3 километра, тащил его к этому силу гребаному. Итак, ребята, всем доброе утро, вернее, уже добрый день. Сейчас где-то пол первого дня. Мы немного отоспались, и давайте сделаю вам небольшой рум-тур по хате, потому что когда мы пришли, что-то такие уставшие были, что не хотелось вообще что-то ходить, снимать, показывать. В общем, вот наша залазная дырка. Давайте спустимся сейчас вниз, и я вам покажу, короче, хату, в которой мы спали. Итак, ребята, приступим к рум-туру. В общем, оставил свои вещи на втором этаже. Самое ценное, я распихал себе вот по карманам, потому что сейчас будем немножко отходить. Не дай бог, кто-то сюда придет, короче, и что-то украдет. Ну, типа, там, может быть, другие сталкеры, потому что там видны следы, что там уже до нас кто-то жил, ну и вот эту лестницу, которую я вам показывал, я тоже кто-то соорудил. Итак, короче, первое, что мне бросилось в глаза, вот такая вот книжечка в этой хате. Здесь какая-то такая немецкая, короче, символика нарисована. Так, интересно, есть какой-то здесь будет. Не, не особо видно. Ладно, не будем заострять внимание на этой книге. Вот это у нас залазная комната. Сюда, короче, лестница у нас идет наверх. Так, здесь у нас лежит какая-то разобранная кровать. Вот так вот облезла краска на стенах. Ну, а вот здесь такая сельская печь. В принципе, по следам видно, что... Не, не видно, короче, что тут кто-то недавно что-то полил. Ой, вот так вот облезла вокруг краска. Кстати, какая-то кепка. Полагаю, еще с тех времен осталась здесь. Знаете, блин, во всех этих домах раньше жили люди. И, наверное, жалко, короче, было им покидать свои дома. Потому что, ну, как бы здесь такая красивая местность. Я не знаю, были ли раньше здесь вот эти деревья. Но я бы хотел себе такой домик. Ну, если бы тут, короче, все так безопасно было. Здесь, короче, много различных книг. Еще вот такая вот комната. Практически такой обваленный потолок. Так, давайте что-то вам еще покажу. О, вот это хлебница. У меня похожая когда-то была у моей бабушки. Так, здесь у нас еще какая-то книга. Тоже нету обложки у нее. Хотел бы год посмотреть какой. Ну, здесь такая вот верандочка. И идем в наш так называемый гараж. Я по звукам слышу. Влад пытается мучить мой мопед, который не заводится. Мы, короче, можем, наверное, его с помощью говна и палок, так сказать, починить. Но я не знаю, честно, будем ли мы это делать. Потому что я его сюда притолкал. Я думал, честно, умру. Ну, если ты ключ не можешь вытянуть, значит, наверное, включена она. Да. Чувствую запах, так же завелся. Да. Я чувствую запах бензина. Проперделся. Проперделся. Я думаю, это ненормальный звук. Да я тебе отвечал, он только что завелся. Да я верю. Я по запаху слышу. То есть понял, как сказать, не то чтобы завелся, а прокерделся и все. Ну, подожди. Надо погазовать, чтобы он, короче, не заглох на холодную. Слушай, давай буду держать рукой, а ты попробуй педальку сейчас введи. Слышишь? Только что, вроде, педалька. Нет. Да, я тебя встречаю. Гиблое дело. У тебя есть какие-то ключи с собой? Ключи есть. Толку с ним. Ну, давай сейчас попробуем поджать вот эту крышку просто и все. Вообще гиблое дело, короче. Слышал? Да, слышал. Гиблое дело пытаться реанимировать этого покойника. Максимум. Его можно будет, я думаю, один раз завести. И здесь немножко проехаться по селу. Показать вам небольшой такой, ребята, рум-тур. Короче, вот это хлеб. Мы в нем спрятали здесь наши мопеды. Как было принято решение выбрать именно эту хату для ночлега? Все очень просто. Мы просто толкали, короче, мопеды наши и увидели вот здесь такой, вот, короче, экземпляр. Я так понимаю, когда-то его здесь бросили. Он еще работал. Потом его мародеры, короче, поснимали с него все, что можно. И осталась только одна рама от него. Кстати, что это? Что это, короче, за мотоцикл? Знатоки, напишите. Влад завел. Ура! Я проедусь по селу немножко. Красава, дай пять. Бум! Ты заглушил его? Спустя полчаса могу сказать, это фиаско. Короче, жопа ему. Хруст такой, как был, так и есть. Короче, он даже не хочет заводиться. Ну, да хрен с ним, короче. Я его оставлю в вот этом селе. И в день публикации этого видео я выгружу сториз с точными координатами, где он находится. В принципе, если сюда взять там ключик на 10 и на 8, то, ну, его можно сделать, чтобы он хотя бы еще пару раз завелся. Поэтому, если вам интересно найти, короче, этот скутер, горе-скутер. Там, кстати, полный бак бензина, то есть, ну, где-то примерно на 100 километров проехать хватит. Заходите в инстаграм, короче, смотрите сториз, там точные координаты будут. В вот этом хлебу я, скорее всего, короче, его оставлю. Я, короче, покажу, что это за село в чернобыльской зоне. Точные координаты и так далее. Прошел еще час, Влад все же отчаянно пытается завести это ведро на болтах, потому что в его раз получилось, и он не может угомониться, он хочет еще раз. На самом деле, было бы круто еще раз хотя бы завести его и не глушить. И мы просто покатались, хотя в прошлый раз, кстати, он сам заглох. На самом деле, было бы прикольно на двух скутерах погонять здесь по селу, там, какие-то гоночки устроить, что-то еще такое. Блин, ну, по сожалению, как уж есть. Наверное, придется мне сейчас пешочком прогуляться, показать вам пару домиков. И, не знаю, вообще, в планах было на этих мопедах сегодня ночью поехать в Припять. Но в Припять мы, короче, пешком не пойдем. Запасы, в принципе, ну, воды у нас хорошие. Ну, короче, что-то впадло идти. Лучше вернуться в другой раз с другой техникой, либо уже на велосипедах. Сфоткал? Да. Отлично. Классно, когда можно вот так передвигаться. Ну, чувак поехал по Чернобылю на мопеде. Не то, чтобы что-то новое. Там какой-то чувак когда-то на питбайке ездил здесь. Ну, его туда приняли. Я надеюсь, что нас сегодня не примут. Короче, Влад поехал. Сказал, удаст мне потом покататься. Если его не поймают, конечно же. Ну, а я пока прогуляюсь. Давайте, короче, зайдем еще в какие-то хатки. Сделаю вам пару таких рум-туров. Здесь была когда-то какая-то табличка. На ней что-то было написано. Но сейчас, видимо, это уже невозможно прочитать. Вот, кстати, такая хатка. Она уже прям рассыпается. Честно, не очень, говорю, желанием туда заходить. Во-первых, там нечего интересного смотреть. А во-вторых, она, ну, в очень аварийном состоянии. Давайте лучше в какую-то более безопасную хатку зайдем. Вообще, очень жалко, ребята, что мы не попадем сегодня в Припять. Потому что, ну, пешком реально далеко идти. Это тупо. Проще в другой раз вернуться. С велосипедами. Так. Возвращаемся на эту дорогу. По этой дороге обычно никто не ездит. Но, кстати, многие, наверное, знают, что в Чернобыле рубят незаконно лес. И как бы с него делают там мебель, двери, что-то еще там людям делают, короче. И вот здесь бывает лесорубы вот так проезжают. Те места, в которых человек не принимает активное участие, очень красивые. Смотрите, вот дали волю природе. Здесь, конечно, не лес никакой, ничего. Но так красиво, все зеленое, вокруг деревья. Жил бы здесь человек, пиздец всему был бы. Как правило, когда я находился в Чернобыле, практически всегда у меня была связь. Здесь же сейчас связи у меня нету. Карта не прогружена, потому что, ну, мы, в принципе, далеко не углублялись. Выйти мы можем. И прикол в том, что здесь очень много деревьев, и за ними прячутся различные дома. И я уже минут 20 хожу, не могу найти нашу хату, в которой мы ночуем. Потому что, ну, как бы выйти отсюда я смогу. Я знаю, где находится главная дорога, как к ней выйти. Но, блин, я не могу вернуться к нашей хате. Там лежат мои вещи. И, блин, если мы даже с Владом сегодня не найдемся, то их нужно будет найти. Короче, брожу уже минут 20 в поисках нашей хаты. Пытаюсь, короче, большую часть вот этой деревни обходить. Но что-то у меня пока не получается. Мне удалось сдалека найти вот этот вот ориентир. И я шел прямо на него. Ну, а прямо возле этого дома уже находится наша хата. Наверное, короче, буду Влада здесь ждать. Нужно было карту прогрузить и сделать метку, где именно находится наша хата. Тогда мне не пришлось блукать. Я быстро сюда вернулся. Итак, ребята, был я в хате. Взял у меня в рюкзаке была вот такая вот удочка. Это, короче, спиннинг. Но им я буду ловить не какую-то хищную рыбу. А тут у меня... Ай, блин, камеры кусаются. Поплавок есть, короче, крючок. Все такое. В общем, не знаю, что-то поймаю. Какого-то корясика, может, плотвичку. Ну, конечно, с собой я забирать его не буду, если поймаю. Потому что, ну, блин, стрёмно что-то с Чернобыля хавать как-то рыбу. Пришел я, ребята, к такому вот водоему. Случилось так, что я завтыкал взять, на что я буду ловить. Я не взял с собой никаких ни червей, ни хлеба. Но у меня есть такая вот булочка. Я уже немножечко надгрыз ее. Сейчас, короче, изнутри вот этот мякиш достану. И буду пытаться на него ловить. В общем, долго пытаться не буду. Пару раз закину. Ну, полчасика, может, посижу и пойду уже искать Влада. Потому что он еще, наверное, подумает, что меня приняли. Фу, пока я размотал удочку, у меня уже тут доедают комары. Хочется, честно, убегать отсюда. Вот такой вот у меня колхозенький поплавок. Вот такую вот балабушку хлеба нацепил. Надеюсь, короче, она не сильно большая. Рыба ей не подавится. Ну все, ждем. По идее, рыбы здесь должно быть много, потому что ее здесь никто не ловит. Не знаю, как будет клевать, потому что обычно рыбаки на рыбалку идут утром. А сейчас уже, как бы, глубокий-глубокий день. Ребята, выключил камеру. Буквально, не знаю, минута прошла. Смотрите, что-то тяну. Смотрите, кого я поймал. Что это, короче, не знаю, какой-то облезший карась или карп. Я, короче, в рыбе не очень разбираюсь. Давайте его сразу же и отпустим. Вообще, по правде, надеялся больше на то, что поймаю какого-то сома. Потому что, когда я первый раз был в легальной экскурсии, блин, а, там рыб грузится люто. Нас, короче, водили, чтобы мы покормили, короче, больших сомов. Я не помню, снимал я это, да, или не снимал я это. Короче, я думал, что тут прям это, в Чернобыле все прям усеяно такими здоровенными сомами. Хотя, наверное, на эту удочку я бы сама большого не вытянул. Короче, ладно, ребята, для галочки поймал рыбешку, можно сваливать отсюда. Потому что меня сейчас здесь, наверное, заедят комары до смерти просто. Из-за шума деревьев Влада вообще не слышно было. Хотя он тут все время по селу катался где-то. Я его услышал только, когда он уже возле меня проезжал. Влад дал мне свой мопед. Я сейчас, короче, немножко на нем прокачусь по деревне. Так намного прикольнее, нежели идти пешком. На самом деле ты меня очень напугал. Я, короче, еду, ребята, такое снимаю. Там боком камеру повернул, чтобы сторисы в инстаграмчик снять. И тут, смотрю, тело выскакивает такое. Ну, немножко измену на доль секунды поймал. Потом я сразу узнал, что это ты. Не, тебя вообще не видно. Слышно меня сдалека было или нет? 50 метров отъезжаешь и уже не слышишь. Но все равно, ребята, я бы не рискнул на своей мотке сюда ехать. Потому что жалко было бы технику, которая стоит дороже копеек каких-то оставить здесь. Вышли ребята на дорогу, а там какой-то движняк на дороге. Что-то красное. Либо большой мужик в красной кофте, либо какая-то красная машина. Ну и, короче, там, судя по всему, их пару человек. В общем, сейчас к хате нашей, где лежат наши рюкзаки, добраться не вариант. Поэтому, ну, я думаю, на полчасика где-то сейчас хоронимся в какой-то другой хате. Спрячемся поглубже, чтобы нас не нашли. Возможно, патруль просто прочесывает дома, потому что сталкеры часто именно в селах, в домах, на чердаках где-то живут. Почему на чердаках? Чтобы их не достали какие-то животные. Потому что здесь есть там дикие кабаны, еще всякие штуки, дрюки. Мы сегодня ночью видели лося и оленя. Ну, конечно, я их не снял, потому что мы толкали, как сволочи, толкали мопеды. И, ну, блин, просто камеру нон-стоп не выключать. Злупо, потому что она очень быстро сядет. Вот такой вот бутыль под ногами я нашел. Короче, спрятал Влад Жужик здесь свой. И мы сейчас пойдем, короче, на дорогу следить за тем, когда уедут те чуваки. Скорее всего, это какие-то лесорубы. Сейчас вдалеке где-то слышно, как работает бензопила. И утром сегодня, когда мы спали где-то до 12, вроде спали, если не ошибаюсь, то есть тоже было, короче, слышно, как бензопила работала, когда мы только проснулись. Ты не знаешь, что он там, ты не увидишь? Ну, в принципе, да, если ты не знаешь, что он там, ты не увидишь. Но если патруль будет прочесывать хаты, ты ключи зажигания забрал, все, отлично. Короче, было тяжеловато. Видите, ребята, я уже вспотел. Мы, короче, нашли обходной путь. Протолкали мопед руками вокруг, чтобы обойти, короче, этих чуваков, которые пилят здесь деревья. Сомневаюсь, что это патрулька. Скорее всего, просто какие-то работы делают. Даже нельзя называть, что они лес пилят, потому что они, скорее всего, просто какие-то деревья непонятно для чего убирают. В общем, протолкали мы вдвоем с Владом его мопед. Вернулись в нашу хату. Надеюсь, наши вещи еще на месте. Короче, что, в принципе, мы по деревне походили, поснимали, покатались. Здесь сейчас большое палево, поэтому мы, наверное, сейчас пойдем в хату, поднимемся на второй этаж и будем спать. И ночью, часов 12, мы выйдем. И надеюсь, короче, что мы сможем двигаться по дороге. Потому что днем по дороге много машин ездить, они могут спалить нас, ну, как бы палево будет. А ночью движение практически отсутствует. Я не знаю, Влад, короче, я ему предлагаю, чтобы он ехал и в месте вылазки ждал меня. Ну, я типа, он поедет, короче, а я пешком пойду. Ну, он что-то не очень хочет, хочет, короче, вместе со мной идти и толкать мопед. Ну, по асфальту, на самом деле, его несложно толкать. Ну, короче, посмотрим, что будет. В общем, ладно, заходим в хату. Идем отсыпаться, набираться сил. Потому что поспали мы сегодня где-то 4 часа. А те 4 часа, которые мы сюда толкали по лесу, по песку, очень сложно, короче, толкать мопеды. То за те 4 часа мы очень устали сегодня. Итак, ребята, сейчас уже 12 ночи. Я надеюсь, что на дорогах машины практически не будут ездить. В общем, спасибо этому дому. Влад забирает свой мопед. Я этот мопед оставляю, так сказать, в вот этом сарае. Я в инстаграме, там, короче, скину координаты. Так что, кто заберет, тот заберет. Он, в принципе, еще на ходу. Ему нужен просто такой маленький ремонт. Как я говорил, два ключка, и вы его, короче, сделаете. Ну что, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok